Добрый день! Сегодня я расскажу о книжке, о которой давно собирался рассказать, но не рассказал. Значит, это книжка Олега Михайловича Наговицына «Онтология художественной формы». Вот эта книжка. Вышла она от издательства полгода назад, но я так долго ждал, чтобы на зоне появилась ее фотография, что уже даже и забыл, что о ней пора рассказывать. Значит, вообще говоря, она является развернутым и продвинутым вариантом вот этой книжки, старой достаточно, поэтикой русской прозы, изданной Высшей Глёздной Философской Школы, аж сейчас посмотрю, в каком году. Аж в 1999 году. За это время она куда-то разошлась, превратилась практически в библиографическую редкость. И вот есть книжка в твердом переплете. Значит, здесь много чего написано. И в конце вот даже есть фотография Олега Михайловича с его краткой биографией. Значит, почему я эту книгу настойчиво рекомендую? Потому что по всей видимости, точнее не по всей видимости, а строго по моему мнению, эстетика Наговицына Олега Михайловича – это высшее и лучшее достижение в российской гуманитарной мысли. За все тысячи лет ее существования. Ничего более интересного и более значимого, и более сложного, и более прекрасного, именно в исследованиях, никто до сих пор не создал. Мы этому сильно часто посвящаем наше заседание, обсуждение вот этих всевозможного рода тем. Но в связи с тем, что была-то есть там собственная мысль, отличающая от всего этого, то эти, конечно, семинары, большей частью, оказываются загублены. Вот, такова вот, значит, эта книжка. Я ее всех рекомендую, она на Озоне, хотя стоит, к сожалению, достаточно дорого. Вот такая у меня вот тоже есть несколько экземпляров, которых я людям раздаю, и больше ничего. Значит, если примерно говорить с ее аналогом, это книжка «Бахтина» о поэзии, о поэтике Достоевского, то книжка «Бахтина» выполнена примерно 5% работы от того, чего через здесь есть. Вот когда Ницше говорит, что философу в первую очередь надо учиться танцам, то вот здесь как раз берется одна и та же философская тема и по-разному разрабатывается. То есть Олег Михайлович везде находятся новые аспекты и поворачивает ее новыми гранями, чем он выгодно отличается, скажем, от меня, который готов тысячелетиями долбить равномерно в одну и ту же самую точку. Ну и вот здесь, в этом танце, о котором говорил Ницше, здесь он, конечно, великолепно представлен. И, разумеется, он представлен в исполнении значительно более крупного философа, чем, собственно, Фридрек Ницше, то есть Наговицына Олега Михайловича. Вот такие вот вещи.